Мегаспорт придумали мы с Волковым. Не собственное название, а телевизионный спортивный канал. Мы его придумали, потому что мы все годы, пока мы занимались, с тех пор, как мы начали заниматься организацией соревнований детских, юношеских, потом профессиональной команды, когда создали БК Киев, все годы мы сталкивались с непониманием, так сказать, двух миров, не пересекающихся. Это мир спортивного менеджмента и спортивных болельщиков, мир, который хочет, чтобы баскетбол был в телевизоре, и мир телевизионный, от которого первый мир ждет, что тот телевизионный мир будет показывать, будет промотировать, будет делать это красиво, эффективно и с пониманием. И вот весь вот этот наш путь, он дал нам понимание того, что эти два мира, они вообще не только не пересекаются практически, они взаимоотталкиваются. Потому что первый мир живет в идеалистических представлениях, что это очень нужно, это очень красиво. И с одной стороны это как бы, с одной стороны это правильно, с другой стороны это заблуждение, потому что есть реализация в Украине. Другой мир это телевизионный мир, который живет там, значит, погружен внутрь себя, оперирует исключительно категориями доли, рейтинги и остальные, в цифрах описываемые, в цифрах описанные результаты. В большинстве случаев это нереально происходящее. Это, давайте называйтесь знаменами, это подтасовка. И вот люди, находящиеся с той стороны экрана, те, которые делают телевидение, им в подавляющем большинстве случаев это неинтересно. Им как бы не до этого. У них деньги за политику, деньги на освоение всевозможных ток-шоу, всевозможных глянцевых шоу. Не хотят, неинтересно, есть более легкие способы освоения бюджетов. Ну, с точки зрения производства есть, мы не будем залазить в детали. Ну, как минимум, есть большой набор всевозможных телевизионных продуктов, в которых деньги значительно большее, значительно эффективнее осваиваются и употребляются менеджментом.